И в годы Великой Отечественной войны цыгане снова становятся мишенью для атак неонацистов и вновь сыны России цыгане. Встают плечом к плечу с представителями братских народов, чтобы, как их деды и прадеды в свое время, дать отпор фашистской нечисти. Меня зовут Павел. И что вы сделаете сегодня? Учится стрелять. Да? Биткуда? С Краснодаром. Здесь защищаю родину. И твоя национальность? Да. Да? Да. И вы пятначка, да? Да. И вы в мобилизации или что? Да. И как долго вы вовете? Шесть месяцев. Шесть месяцев. Да? Полгода, да. Нравится? Да, классно, вообще отлично. Сколько лет? 29. Что будет дальше? Дальше что будет? Да. Победа. За нами. Что это подали? Выбираем двойник. Да? Да. Что надо за это? Что надо за это? Воевать отлично. Да? Да. Все. Спасибо. Что вы будете делать сейчас? Зарчаток кидать. Угу. Готов? Пойдем дверь кидать. Садись. Как сказал глава нашего государства, ребята выполняют важнейшую задачу обеспечения безопасности самой России. И, конечно, они заслуживают того, чтобы о них говорила и их знала страна. Мы уверены, что и песни надо слагать, стихи писать, и памятники им ставить. Они настоящие герои. Среди них и представители нашего народа. Кроме участия в боях за новые территории, продолжаются и набирают обороты акции по сбору гуманитарной помощи в поддержку участников специальной военной операции. Федеральная национально-культурная автономия российских цыган вместе с Домом народов России, другими национальными объединениями и региональными цыганскими организациями систематически участвуют в сборе гуманитарной помощи для жителей Донбасса. Поддержку солдатам на передовой оказывают как отдельные граждане разных национальностей, так и целая национально-культурная автономия. Через священнослужителей передают не только продукты питания, но и теплые вещи. Все это потом передается волонтерам, которые формируют грузы по разным направлениям, в зависимости от востребованности. Привезли теплую одежду, необходимые стройматериалы, тепловые пушки, все, что было необходимо и запрошено. Наша страна многонациональная, мы должны поддерживать друг друга, особенно в нелегкое время. Для каждого бойца, выполняющего свой воинский долг вдали от дома, очень важно знать, что на родине его любят и ждут с победой. Всем известно, как важна взаимовыручка и поддержка не только на боевых позициях, но и в тылу. На базе местной общественной приемной партии «Единая Россия» продолжается сбор полезных вещей для наших защитников. Цыганская диаспора города Сафонова не осталась в стороне и присоединилась к партийному проекту «Все для фронта». Накануне Дня защитника Отечества состоялась отправка термобелья для военнослужащих и мобилизованных. Перед отправкой в зону проведения специальной военной операции груз был освещен в храме. Всех приветствую. Сегодня мы в цыганском центре сбора, в краевом цыганском центре сбора, который находится в селе Александровском. И сегодня представители цыганской общины с Георгиевского городского округа, которого привезли в гуманитарочку. И особое внимание хотелось бы выделить нескольким селам, которые находятся в этом Георгиевском округе. Это село Краснокумское, станица Георгиевская, именуемая в простонародье Чурекова, станица Незлобная, поселок Новый и поселок Шалмянский. Огромная благодарность инициативной группе цыган из этих районов и остальным цыганам, которые находятся в Георгиевском округе, кто принимал участие. Думаю, ребята сейчас представят гуманитарочку, в которую они привезли. Да, несколько коробочек. Тут просто очень много, многое не озвучено. А многое мы не сказали, что привезли ребята. Я думаю, что все это долго, но взяли, что необходимое. Теперь обращаемся мы к нашим россиянам, то есть к солдатам, кто в данный момент сейчас находится на СВУ. Желаем вам, ребята, здоровья, победы. Возвращайтесь домой здоровыми, к семьям. И привет нашим цыганским братьям, которые находятся в данный момент на СВУ. Ждем вас всех живыми и здоровыми. Живыми и здоровыми.